После объединения Усольского района с территорией города Березники и возникла необходимость в разработке большого документа, которым и стал генеральный план. Генеральный план это не план сражения при Бородино, разработанный в генеральном штабе под руководством Кутузова. Генплан это проектный документ, на основании которого осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные виды городостроительного освоения территорий. Важность этого документа сложно переоценить, ведь нам, березниковцам, по нему жить и строить предстоит до 2040 года. Что изменилось? Уточнились границы населенных пунктов. Также уточнилась информация по районированию по условиям возможности и невозможности строительства на территории муниципального образования. Так, например, для Николаева Посада улучшились условия. На часть территории Николаева Посада накладывались ограничения, где нельзя было строить. Сейчас ситуация улучшилась, теперь Николаев Посад может строить. Такая же ситуация, на часть территории города Перезники, тоже улучшилась ситуация для территорий в районе Новожилова, Пермякова, Чупина. Мы вычленяем сейчас из границ населенного пункта. Это некоторые территории, которые заняты отходами производства. Есть у нас обращение от промышленных предприятий. То есть, некоторые территории исключаются. Получается, ну так условно, сыр с дырками. Важно отметить, что все эти изменения внесены на основании научной работы, которую в течение года провел Горный институт. Ну и, конечно, мы не могли не спросить про пустыри после снесенных домов. Эти так называемые пустыри – это у нас территории, которые предназначены для благоустройства. Пока по причинам ограничения строительства на этих территориях тут пока строить нельзя. И поэтому это территория озеленения. Все-таки придется подождать, видимо, какое-то время. Я верю, что мы будем эти территории застраивать. После публичных слушаний и обсуждений депутатов, генплан был согласован и утвержден Березняковской городской думой. Он будет действовать до 2040 года. Сергей Стерхов, Никита Игнатьев. Наши новости.